На последней торговой сессии года в пятницу доллар США приблизился к крупнейшему годовому росту за последние семь лет, причиной чего стало агрессивное повышение процентной ставки Федеральным резервам и беспокойство в отношении резкого спада мировой экономики. В этом году индекс доллара США поднялся на более чем 8% по отношению к основным валютам, продемонстрировав крупнейший рост с 2015 года. Увеличение процентных ставок ФРС поддерживали американскую валюту большую часть времени, даже несмотря на то, что ожидания замедления повышений привели доллар к некоторой передышке. Новый год начался со смешанной динамики акций в понедельник, наряду с ростом европейских бумаг после слабых торгов, азиатской акций, тогда как рынки США были все еще закрыты на празднике. После того, как S&P 500 завершил свой худший год с 2008 года с общим убытком в 19,4%, немецкий индекс начал понедельник с роста на 0,5%, тогда как французский CAC 40 поднялся на 0,7%. В свою очередь, южнокорейский Каспий опустился на 0,5%, а индийский БСИ СНСЕХ прибавил 0,4%. Фьючерсы на природный газ в США упали до 10-месячного минимума во вторник, поскольку торговля осталась волатильной в этом году из-за ожиданий более теплой погоды и сниженного спроса в январе. Фьючерсы на газ с поставкой в феврале опустились на 10,9% или 0,48 доллара до 3,98 доллара за миллионов британских тепловых единиц ММБТИ, минимального уровня закрытия с 11 февраля, а также четвертого подряд падения и крупнейшего процента снижения за день с 19 декабря, когда был отмечен убыток в 11,4%. Инфляция во Франции неожиданно замедлилась в декабре из-за сокращения роста цен на энергоресурсы и услуги, отражая снижение базовых потребительских цен в Германии в начале недели и усиливая ослабление ценового давления в еврозоне. Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, Инси, сообщил, что предварительный показатель инфляции в стране, согласованный с Европейским Союзом, ЕС, снизился до 6,7% в предыдущем месяце с 7,1% в ноябре, что стало первым случаем ослабления роста цен во Франции с сентября. Комиссия по ценным бумагам и биржам США, SEC, подала ограниченное возражение против планов криптовалютной биржи Binns.Скупить обанкротившегося криптоброкера Wager Digital Limited в рамках сделки стоимостью 1,02 млрд долларов, сославшись на недостаточное количество подробностей. SEC заявила, что в соглашении о приобретении недостаточной информации о способности де-факто дочерней компании Binns.com финансировать и завершить сделку, что требует дополнительного раскрытия информации о том, какой будет деятельность Binns.com после сделки и как будут обеспечены активы клиентов.